Всем привет! Продолжаем стройку и стройку к таунхаусу. Сегодня, значит, будем закручивать сваи, делать стены и, возможно, если успеем, крышу в этой серии вы увидите. Посмотрим, как пойдет. Значит, залили уже плиту, эту плиту. Ссылку я оставлю в описании, как мы делали. Так, почему здесь вообще плита и сваи вместе? Все, во-первых, из-за высоты, потому что здесь очень низко пол, поэтому нам приходится сваи совсем в землю не закрутить, приходится в теплой части сделать. Это будет все теплое помещение, это ТГ-образное. Поэтому пришлось заливать плиту. Дальше, почему делаем сваи, а не везде по всему периметру плиту? Потому что здесь какие-то трудности с капитальными строениями, поэтому, чтобы как бы она считалась, по крайней мере, видимая часть, временным строением, вот там закручиваются сваи. Вот и все. Если бы можно было, бы, конечно, залили бы все плиту. Ну и единственное, что, конечно, еще какой момент, что здесь это все будет открытая терраса, поэтому плита здесь, в принципе, не требуется, поэтому здесь еще второй фактор, что можно сэкономить. Поэтому сейчас закручиваем четыре сваи, будет вот так вот по углам, ну и вот так вот две посередине. Крутим нашим своим крутым, которым мы сами сделали. Тоже ссылку оставлю, мало ли кому-то будет интересно. Крутят спокойно там, сто восьмых сваи уже крутили, без проблем. То есть это редуктор здесь, мясорубка, здесь это дрель на 2 киловатта. И вот переходники по разные сваи. 89-ю, 108-ю можно ставить, покрутить. Так что давайте начинать. Закрутили сначала крайние сваи вот сюда, вот примерно на метр отсюда, от теплой пристройки будет. И вот туда тоже закрутили. Теперь вот положили доску. Сейчас просто по этой доске, ну просто, чтобы веревку не натягивать. Доска у нас место веревки. И также сейчас закрутим одну сюда сваи, одну сюда. Закрутили четыре сваи. Какой здесь момент? Что сваи нужно закручивать на глубину промерзания, в зависимости от вашего региона. У нас в Питере здесь метр двадцать. И какой еще момент? Ее нужно накрутить до плотного грунта. То есть как плотный грунт можно, ну так, экспресс-анализ делать. Это когда вот сваю начинает рвать. Сейчас покажу. Вот видите, у нее раушина была круглая и становится уже вот таким вот, такой вот выем. То есть металл уже начинает загибать вот именно на самих сваях. Видите, на каждой свае начинает загибать металл. В принципе, это уже такой индикатор говорит о том, что мы накрутили до плотного грунта. Они будут, все будут стоять. И, естественно, это нужно сделать на глубину промерзания. Сейчас будем уже срезать головки, ну по высоте отбивать любую метку и срезать сваи и приваривать головки. Да, друзья, такие большие саморезы крутим шуруповертом на трещотке именно, потому что он не предназначен для закручивания таких больших винтов, поэтому крутим не на режиме сверления, а на режиме трещотки. Вот когда проскальзывает, вот видите, закрутил сколько смог, а дальше уже трещоточкой вручную дотягиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, рассказываю, что здесь произошло. Значит, во-первых, вот это вот у нас часть сделана, то здесь вот это будет полностью открытая часть. Здесь брус 100 на 150 вот этот плашмя лежит. Плашмя, потому что у нас по высоте нельзя вверх поднимать, поэтому кладем плашмя. Если нужно вам сделать, если по высоте вы никак не ограничены, конечно, ставьте на ребро. Не вот так, как он у нас лежит, а вот так вот ставьте. Вот я вот про этот брус говорю. Дальше, как с вами крепили. Опять же, свая очень низкая, поэтому делаем так. Вот приварили часть уголка, вот здесь оголовок торчит. Вот мы здесь часть уголка приварили на сварку и будем крепить вот так вот саморезами и гвоздями вот сюда. Ну и так вот каждый свай, вот здесь прям, может, наглядно покажу. Смотрите, торчит оголовок, и вот мы уголок с двух сторон приварили, и вот так вот будем прикреплять. А сваю снизу тоже там приварили на сварку, то есть к трубе оголовок приварен сваркой. Дальше, вот этот брус у нас 150 на 150, все бруси, эти вертикальные три штуки. А вот этот брус, это брус 200 на 150 стоит на ребро. Значит, доска у нас это 200 лага. Теперь, значит, по высоте, как мы здесь, какие у нас есть здесь ограничения, и вот как мы вообще крепимся к дому. Здесь, смотрите, какая ситуация. Значит, открыли, вот здесь вот будет проход полностью в дом, то есть вот это будет закрытая часть, теплая, кухня будет объединенная. Вот здесь вот какой момент, значит, вот здесь, в принципе, нам повезло. Вот видите, здесь паризованная керамика, вот такой вот материал, вам сейчас покажу. У него вообще очень трудно крепиться, он даже хуже газобетона воспринимает в себя крепеж, потому что он пустой, полый внутри, и, ну, как бы, трудно крепиться туда, нужно химические анкера заливать, непонятно какого объема, достаточно трудно. А вот там вот повезло, что, как бы, основная часть это полнотельный кирпич, а здесь даже вставка, это перемычка над окном, залито полностью из бетона, то есть мы выбрали, что нам нужно поставить подпорочную доску, вот такую, и на нее уже будем наставлять лаги, то есть вот так вот будем наставлять лаги, ой, не лаги, а стропила. Соответственно, как мы закрепим, мы сейчас еще докупим анкера, просто потом еще просверлимся, и, ну, просто как анкерный, анкерный болт просверливаемся, как дюпель, обычно в бетонную стенку просверливаемся и вкручиваем. Вот еще докупим, вот типа таких вот анкеров, только чуть-чуть побольше, это восьмерки, возьмем там десятки, не двенадцатые, и вот так вот забудемся. Сейчас временно просто что сделали, мы просто просверлили, арматуру вбили и позагибали. Вот видите, это просто загнутая арматура, торчит в разные стороны. Вот там вот пропенили между доской и кирпичом, ну, чтобы было как бы поплотнее. И теперь вот самое, самое главное, как мы вообще выбирали высоту. То есть вот смотрите, мы, в принципе, здесь по высоте, ну, ограничено вообще с двух сторон. Значит, вот здесь мы ограничены, видите, здесь идет, это газовая труба, здесь требования такие, что ее нельзя закрывать, то есть над трубой мы сделать не можем, и вот мы максимально просто выбираем под трубу, вот насколько это возможно, то есть чтобы мы, видите, вот эти крепежи остались, и мы просто сделали так, чтобы у нас еще была возможность прикрепиться, сделать, зависит туда планку примыкания под утеплитель, чтобы не текло. То есть у нас сейчас станет двух сотый лага, там еще будет вентиляционный брусок, там еще будет обрешетка и металлочерепица. И вот-вот максимально вот к этому бруску, в общем, с этой стороны мы ограничены именно высотой. И дальше вот теперь на эту часть. Здесь мы тоже, в принципе, ограничены по высоте очень сильно. В связи с чем? В связи с углом наклона. То есть, видите, у нас здесь расстояние большое, вот расстояние здесь почти, ну вот эта шестиметровая стропила стоит, видите, грубо говоря, 6 метров. И получается, что в идеале, конечно, нам тут вообще нужно вот такой вот уклон делать, как требует производитель металлочерепицы, там от 15-18 градусов должен быть. У нас здесь наклон, наверное, дай бог, градусов 5 будет. Я в дальнейшем еще покажу, что нужно делать, чтобы металлочерепица не текла. Вот, но мы здесь вот на этой части по высоте мы просто ограничены, ну, так скажем, здравым смыслом, что здесь вот эта нижняя точка не может быть ниже, чем 2 метра. Соответственно, мы придерживаемся того плана, что вот этой точки, грубо говоря, да вот этой, это будет 2 метра. В принципе, здесь еще в совокупности совпало, что у соседа пристройка вот так вот сделана. И мы уже просто, чтобы это было выглядело более-менее, как будто был какой-то план, и мы его придерживались. Вот мы сделали так, чтобы у нас наклон ската именно совпал вот с крышей, которая уже есть. И, в принципе, визуально потом, когда мы это все сделаем, будет, ну, будет выглядеть, как будто бы так все и задумывалось. Вот, как бы, если есть возможность, естественно, поднимайте выше. Вот видите, у соседа есть возможность приподнять выше, и он прям сделал там вот аж туда повыше. Ну, не обязательно прям так, это он уже вообще совсем под 45 градусов сделал. Ну, достаточно хотя бы, ну, еще бы сантиметров на 30, на 40 приподнять было бы вообще супер. Если бы не было бы газовой трубы, мы бы вообще бы сделали вот так вот под подоконник, наклон, и все. И здесь бы так и оставили 2 метра. Чем выше скат, тем лучше. По крепежу теперь, смотрите, значит, вот крепим, во-первых, подпорочная доска, и во-вторых, вот видите, на 90-градусном уголке, во-первых, ставим на эту доску стропила, и вот на, забориваемся еще уголками к, именно к кирпичу, вот-вот-вот на такие болты, ну, или подобные, тут не обязательно на такие брать. То есть, к бетону, на анкера делаем, а к стропильной, к самой, уже просто на саморезы. И сейчас будем их наставлять по 60 сантиметров, по 58, под утеплитель будем расставлять, чтобы сразу вставлять утеплитель. Здесь мы, в принципе, запиливаем, видите, такие 10-сантиметровые пазы, чтобы утопить стропилу. То есть, это не для того, чтобы у нас как-то хорошо стропила держались, это мы просто, опять же, выигрываем по высоте, по углу наклона, чтобы хоть как-то, ну, вот, угол ската был побольше. Если бы у нас высота позволяла, мы бы не были ограничены на той точке по высоте, мы бы, конечно, вообще бы пятку в этой стороне никакую не делали, просто бы крепили на 90-градусные уголки и на гвозди, без, вообще, без зареза вот этой пятки. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...